МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 40 федеральных экспертов в области авиации приняли участие в заседании круглого стола проблемы и перспективы развития малой и региональной авиации в условиях Крайнего Севера. Объединить сельские аэродромы и авиаплощадки в одно федеральное казенное предприятие. Одно из предложений, озвученных на встрече, подробнее в первой части выпуска. Дороги как пороги. Игорь Кошин раскритиковал дорожные службы. Чем грозит безответственное исполнение обязанностей? Универсальная карта активно внедряется в Российской Федерации. Уже 8 жителей округа подали заявление на ее получение. Наринмар должен стать центром объединения аэродромных площадок в труднодоступных районах Северо-Запада. Такое заявление сделал представитель Транспортного союза Северо-Запада Борис Панфилов на круглом столе, посвященном проблемам арктической авиации. По мнению эксперта, сельские аэродромы и авиаплощадки нужно объединить в одно федеральное казенное предприятие. Это позволит перевести их под единое финансирование и управление профильного ведомства Минтранса. Кроме того, площадки не будут забытыми и полузаброшенными из-за нехватки финансирования. Центром консолидации региональных перевозок должен стать Наринмар, потому что вся транспортная система округа держится на авиации и накопленный регионом опыт уникален. Кроме того, в Нинецком округе уже действует федеральное казенное предприятие «Аэропорт Амдерма», которое создано как раз по образцу, озвученному Борисом Панфиловым. В свою очередь, Наринмарский аэропорт должен расширить географию полетов и получить статус международного. Наринмар должен быть узловым аэропортом в своем регионе, куда будут стекаться линии местных авиаперевозок. Поддержание в порядке аэродромной инфраструктуры и субсидирование пассажирских авиаперевозок, по мнению эксперта, приведут к росту пассажиропотока и расширению географии региональных перевозок. Для этого потребуется новый самолет, небольшой, но надежный и неприхотливый. С большой просьбой предложить замену устаревшему Ан-2, к собравшимся обратился в Рио главы региона. Почему мы на всех уровнях поднимаем вопрос о создании единого типа регионального самолета? Потому что авиация не терпит как минимум двух вещей. Она не терпит суеты и мультяшения. Наша съемочная группа работала на круглом столе. Материалы по итогам встречи мы представим вашему вниманию в следующих выпусках новостей. А перед началом работы круглого стола Игорь Кошин встретился в своем рабочем кабинете с ректором Северного Арктического Федерального Университета. С Еленой Кудряшовой глава региона обсудил вопросы сотрудничества в образовательной сфере. Игорь Викторович поблагодарил Елену Кудряшову за организацию круглого стола, отметил значимость поднятых вопросов для развития арктических территорий, а также выразил надежду на дальнейшее перспективное сотрудничество и научную поддержку других инфраструктурных и исследовательских проектов, реализуемых в регионе. Подвели определенные итоги сотрудничества САФУ и Нинецкого округа за прошедшие несколько лет. Обсуждали развитие филиала САФУ в округе. К сентябрю будет сформулирован четкий план совместных действий. И в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию юбилея округа, документ будет подписан. Руководитель региона ставит серьезную стратегическую задачу воспитания грамотного специалиста, отметила Елена Кудряшова. На сегодняшний день 387 студентов обучаются на разных курсах разных институтов. В Наринмаре продолжается ямочный ремонт дорог. Правда, качеством его многие автоводители, да и пешеходы крайне недовольны. Трещины выбоины, которые устраняют коммунальные службы, держатся до первых дождей. Этого не скроешь. Впрочем, помимо этого существует еще ряд проблем. На календаре уже июль, а дорожное полотно до сих пор больше напоминает стиральную доску. Накануне Игорь Кошин на планерке раскритиковал дорожные службы и поручил своему заместителю по вопросам инфраструктурного развития рассмотреть возможность кадровых изменений в сфере дорожного строительства. Своё обещание дорожные службы, конечно, сдержали. Они начали ремонт в поставленные сроки в конце июня. Но за 10 дней смогли залатать лишь малую часть огромного количества колдобин. Сами коммунальщики ссылаются на плохие погодные условия. Мол, дождь, а при дожде нельзя. С Доримстроем организация, которая обслуживает дорогу от Искателей до Кольцевой на Первомайской, связаться нам так и не удалось. А вот представитель комбината по благоустройству смог разъяснить сложившуюся ситуацию. Именно они занимаются городскими дорогами. А если будет погода благоприятна, примерно вот сколько времени это займёт? До августа, до середины августа? Ну нет, у нас если бы и погода была приятна, и материал весь был в наличии, который нам нужен, то я думаю, что мы буквально месяц-полтора бы эту работу сделали. У нас в принципе всё зависит не только от погоды, а ещё от материала, который нам достается. Не очень так бы сказать, как бы хотелось, быстро. Цифры удручающие. Только в одном городе почти 400 квадратных метров дорожного полотна требуют ремонта. А в идеале полной замены. Впрочем, асфальта сейчас едва хватает лишь на временные заплаты, которые держатся словно на клею. Дождь, то есть они будут стоять недолго, а когда погода хорошая, она будет стоять долго. На Сахалине и лесозаводе огромные ямы мешают водителям уже несколько дней. Рабочие их даже не попытались огородить. Опытный шофёр объедет, так как быть остальным. Водители шутят, помогут обучающие курсы для профессиональных виражей. В городе подобных мест, конечно, тоже немало. Сейчас дорожники их спешно ремонтируют, создавая тем самым большие пробки. Это вот от этой школы и до Сбербанка. Даже можно сказать не до Сбербанка, а до ЕЗРУ. Самое проблематичное, потому что там только одни ямы практически стоят и всё. О безобразном качестве дорог глава Ненецкого округа Игорь Кошин знает лично. На очередной планёрке он чётко дал понять – плохое исполнение обязанностей влечёт за собой увольнение. Если такая ситуация с дорогами будет продолжаться, перемена в кадрах коммунальщиков неизбежна. Уважаемые коллеги, мне кажется, что подходит уже время каких-то кадровых решений. Поэтому обращаюсь ко всем. Наши дороги – яркий пример плохого исполнения своих полномочий. Как округом, районом и поселениями. Игорь Кошин своему заместителю по вопросам инфраструктурного развития Владимиру Бланку поручил усилить контроль за работой в сфере дорожного строительства. А также в срок до 10 июля предоставить предложение по кадровым переменам в управление строительства из ЖКХ Ненецкого округа и Дуримстроя. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Владимир Стасюк. Телеканал «Север». 1 июля в Многофункциональном центре начался приём заявлений на выдачу универсальных электронных карт. Универсальная электронная карта объединяет в себе идентификационную и платёжную функции. Это позволяет использовать её как аналог удостоверения личности в электронной среде и осуществлять платежи. Это безопасный и удобный инструмент, открывающий доступ к государственным, муниципальным и коммерческим услугам в электронном виде. Универсальная электронная карта – это не только СНИЛС и страховой медицинский полис, но и банковская карта. А в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, она может использоваться как документ, удостоверяющий личность. То есть карта содержит все сведения её владельца и позволяет ему получить доступ к различным услугам. Список приложений будет расширен, говорят разработчики. А пока карта активно внедряется на территории России, в том числе и в Нинницком округе. По данным МФЦ, уже 8 человек изъявили желание получить универсальную карту. Заявление принимается в Многофункциональном центре по адресу улица Ленина, дом 27В. При себе необходимо иметь паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Мы перерываемся на рекламу и вот, что вы увидите далее. Помочь всей страной в окружную столицу прибыли беженцы из Украины. История о молодой паре из Луганской области далее в нашем выпуске. Новый памятник появится в поселке Искателей. Что он из себя представляет, узнаете совсем скоро. Акция для рекламы. Рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламы на телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем наш выпуск. Вся Россия следит за ужасными событиями на Украине. Беженцы с юго-востока страны прибыли в столицу Ненинского округа. Совершенно новую для них жизнь они успели взять только то, что вместилось в дорожный чемодан. Немного денег, документы и некоторые ценные вещи. Моему коллеге Олегу Хатанзейскому удалось встретиться и пообщаться с молодой семьей, которая прилетела в Наринмар из Луганской области. Ну вот только что сейчас приземлился борт из Санкт-Петербурга. Именно на нем прилетела семья из Луганска. Они, конечно же, не подозревают, что здесь намного холоднее, чем, к примеру, на Украине. Впрочем, для них это не важно. Главное, что они прилетели в мир. А значит, можно жить дальше. Истребители над крышей дома и вооруженные солдаты на улицах родного города. Под рукой всегда ключи от подвала и тревожный чемоданчик с документами. Теперь все это уже в прошлом. Алексею Ильницкому и Виктории Ковтун удалось выехать из неспокойного района. Собой успели взять только пару сумок. Квартира, мебель, машина и самые родные люди остались на Украине. Выбор был очень сложный. А кто остался там? Родители остались. Вики, сестра там еще. Мама, папа. В основном родители. Старики остаются, пожилые. А сколько пока времени рассчитывается? Даже не знаю. Из солнечного города Красный Луч до Санкт-Петербурга они добирались как настоящие шпионы. На украинской границе у всех выезжающих из страны проверяли документы и задавали множество вопросов. Пограничникам приходилось врать. Иначе самые страшные последствия. В Наринмаре их временно приютила тетя Виктория и Татьяна Федорова. Когда медсестра окружной больницы узнала о том, что возле Красного Луча начались регулярные обстрелы, она незамедлительно позвонила своей племяннице и ее гражданскому мужу. Предложила помощь. Ведь она понимает, как страшно то, что сейчас происходит на Украине. Особенно, когда разговаривает по телефону с мамой, а в ответ слышит громкие взрывы. Представляете, если смотришь телевидение, да, вообще посторонние, чужие люди берут к себе домой вообще неизвестно каких людей, да. А здесь, ну, собственно, можно сказать, родные души – это племянница моего покойного мужа. То есть мой муж и ее отец – родные братья. То есть, ну, как мне кажется, ни у одного нормального человека не повернется язык. Татьяну Викторовну не смущает то, что в ее квартире нет даже места для домашнего питомца. Если будет нужно, спать готовы хоть в прихожей. Жители Алексея и Виктория будут здесь, в этом доме. Конечно же, условия не самые лучшие. Квартира всего 30 квадратных метров. Это при том, что в ней живет уже пять человек. Вместе с Алексеем и Викторией все семь. Впрочем, родственники, конечно же, не против. Они готовы потесниться. Члены семьи меня поняли и поддержали. Сын тут же билеты поехал, купил. Я говорю, как спать теперь будем? То спали он ночь на работу, мы вот так ложились. Ну, мама, как-нибудь поспим, что делать. Молодые люди хотели пожениться, но не успели. Теперь жизнь нужно начинать практически с нуля. Возвращаться в родной дом пока не торопятся. Говорят, опасно для жизни. А украинские СМИ ежедневно передают о том, что в стране царит мир и покой. Там показывают вообще неправду. Что аж смешно смотреть на эти новости. То сами, то кондиционер взорвался, то еще там что-нибудь просто. Но это очень смешно. Хотя с нас стреляют и все. Самое страшное уже позади, уверяют Алексей и Виктория. Осталось встать на ноги, устроиться на работу и обрести свой угол. Жить долго у тети совесть не позволит. А еще разжиться теплыми вещами. Ведь в родном городе они были не нужны. Сейчас любая помощь для молодой пары будет очень важна. Хотя сами они никогда они не просят. Не привыкли. В Нариномаре организован бесплатный прием от населения энергосберегающих и люминесцентных ламп. С 1 июля по 31 декабря на производственной базе постжилкомсервиса жители могут сдать отработанные лампы для последующей их демеркулизации. К сведению, каждая энергосберегающая лампа содержит до 5 миллиграмм ртути. Лампы представляют особые опасности и относятся к отходам первого класса. Поэтому выбрасывать их в мусорные контейнеры запрещено. Пары ртути чрезвычайно токсичны и оказывают вредное воздействие на организм человека. Сбор отработанных ламп позволит избежать размещения ртуть содержащих отходов на полигоны и в зеленую зону. А также снизит непоправимый вред, наносимый окружающей природной среде и здоровью человека. Прием будет вестись до конца года каждую субботу с 11 до 17 часов. Пункт приема находится в поселке Искатели рядом с домом 1А по улице Тиманской. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 41747. Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Крепкая семья – это залог здорового общества и сильного государства. Но какая семья без детей? К слову, по данным Росстата, рождаемость в России продолжает расти. По итогам первого квартала текущего года ее темпы обогнали аналогичные прошлого. Лучшие показатели у Приволжского, Северо-Западного, Южного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Рождаемость в нашем округе Алина Волчейская. Маленький Дмитрий в своем первом в жизни интервью очень разговорчив на камеру новорожденный актер демонстрирует все свои таланты. Пока Диму на пеленальном столике наряжают для выхода в свет, за дверью малыша и его маму ожидают взволнованные родственники. И вот он, долгожданный момент. В зале выписки новорожденного встречают бабушки, брат и папа. В семье Беляшевских Дима – второй ребенок. Старшему же пять лет. Данил очень ждал появления брата на свет. Готов делиться с ним игрушками и помогать маме ухаживать за малышом. Но больше всех, конечно же, рад отец Димы. Счастья, радости. Потому что когда держишь на руках, такое чудо. Очень счастливы. В Ненецком округе за июнь этого года родилось 57 детей, из которых 32 мальчика и 25 девочек. Средний возраст мам – 20-24 года. Рождаемость в округе находится на нормальном уровне, отмечают специалисты акушерского отделения Ненецкой окружной больницы. Ежемесячно в округе на свет появляется 50-60 детей. Большей частью, конечно, рождаются дети здоровые. Большей частью за последние полгода родилось 315 детей, 159 мальчиков, 156 девочек. Самыми популярными именами в 2014 году остаются Анастасия, Мария, София, Александр, Артем, Дмитрий и Михаил. А в округе уже полным ходом идет подготовка к другой крупной дате – 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Легенду войны танк Т-34 привезли в Наринмар. Из бронемашины сделают памятник, который откроют 9 мая следующего года. Доставило боевую машину общество под названием «Реализация гражданских инициатив» в Ненецком автономном округе. Модель танка Т-34-85, принята на вооружение СССР в январе 1944 года, является завершающей модификацией танка Т-34. Общий выпуск всех модификаций составил около 80 тысяч единиц, что позволяет утверждать, этот танк – самый массовый танк в мире. Идея открытия монумента к юбилею победы возникла в общественной организации «Реализация гражданских инициатив НАО» в начале этого года. Ее сотрудники хотели видеть новым памятником именно танк. Этот вопрос обсуждался и вне организации. Были учтены мнения ветеранов войны и жителей округа. Путь танка в наш город был неблизким. Добирался он из Польши, где участвовал в сражениях. В этой стране его нашли и отреставрировали. Двигатель внутри машины уже отсутствует. Сошла на нет и его боевая мощь. 85-мм ствол приведен в нерабочее состояние. Благодаря этим действиям боевая машина стала историческим экспонатом. Из Польши в Москву, затем в Усинск и, наконец, в Наринмар. На заседании постоянной комиссии по вопросам социальной политики депутатами было предложено установить памятник «Танк Т-34» на территории поселка Искателей. Там будут проводиться торжественные мероприятия в дни памятных дат. Городской совет прислал нам письмо своим решением, что в городе нет места для установки, например, и рекомендовали нам установить. Депутаты наши тоже совета согласились с этим вопросом. И если нам передадут официально, потому что такие разговоры идут, и, скорее всего, так будет, то мы подобрали уже и место. В перекресток улиц Бугольной и Монтажников именно там появится новый памятник. Обширная территория этого места позволит 32-тонному танку предстать во всей своей красе. Константин Канев, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Мы вновь прерываемся на короткую рекламную паузу, и вот о чем пойдет речь далее. Найденный в 30-х годах на реке Колви череп Мамонта после нескольких месяцев реставрации вернулся в Краевический музей. Теперь древний экспонат могут увидеть все жители и гости города. Редактор субтитров А.Семкин Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Продолжаем выпуск новостей. На экспозицию Ненинского краеведческого музея вернулся обновленный экспонат. Череп Мамонта находился на реставрации в московской лаборатории студии «Живая земля». Череп Мамонта был найден в 1936 году в районе реки Колва, учащемся местной школы. Через три года он экспонировался в зале Ненинского краеведческого музея. Долгое время он переезжал вместе с другими экспонатами из одного здания в другое, что негативно сказалось на его сохранности. Реставрация черепа производилась за счет средств программы сохранения и развития культуры Ненинского автономного округа. В июле прошлого года экспонат был отправлен на реставрацию в Москву. Кроме того, что закрепили кости, которые у него были родные, восполнили недостающие элементы черепа и были сделаны муляжи бивней, которые придают более реальную картину о размерах животного, о его возрасте можно даже судить. Потому что очень долгое время мы считали, что это череп мамонтенка. Ну, специалисты посмотрели, палеонтологи, и они выяснили, что возраст нашего мамонта стоял где-то от 45 до 50 лет. То есть это возраст уже достаточно такой существенный. Ненинская тундра стала чище. Субботник по девизам «Кто, если не мы, прошел в НИСИ». Подробнее в сюжете Ерины Цепетовой. Жители села НИСИ – люди, неравнодушные к своей земле. Убрать решили территорию вокруг свалки. Совсем недавно ее огородили, но ветер успел разнести мусор на километры вокруг. Собрались на субботник самостоятельно. Написали объявление и акцию провели под девизом «Кто, если не мы». Рассчитывали, конечно, что придет и откликнется больше народа, но откликнулись самые активные. Самыми активными оказались 19 человек. До обозначенного места шли пешком 5 километров. Наша земля, она земля ненецкая. Мы здесь собирали грибы, ягоды. И мы неравнодушны к своей земле. Взяли с собой мешки, лопатки, перчатки. За несколько часов территория была полностью очищена от сухого мусора. Стекла, пластиковые бутылки, пакеты, бумага, твердые бытовые отходы отправились на свалку. Результатами участники экологической акции остались довольны. Но вот только для такого большого села неравнодушных оказалось маловато, говорят жители.